Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, и мы продолжаем играть черепашки и ниндзя-легенды. И начнем с выполнения заданий, я уже за кадром здесь практически все выполнил. Поднять уровень персонажа я поднял, это у нас Паукус, который стал 57 уровнем. Так, сразиться в 10 боях в компании. Так, ну вот это вот нужно сделать обязательно, и я думаю, что мы начнем... Так, на морзильную кошку я ДНК уже нашел, поэтому давайте начнем, наверное, с Макмена. Так, найти. Как раз здесь у нас, ребята, 6 попыток будет. У меня единственная проблема, это, ребята, с порталами. Порталов очень мало. Искал я сегодня Усаги, нашел еще 3 ДНК, или 4 даже. Ребят, короче, мне нужно в общей сложности найти на него, на Усаги я имею ввиду, 3 ДНК для того, чтобы я мог его перевести на следующий звездный ранг. Если я не путаю ничего, давайте проверим, на самом деле, как у нас тут обстоят дела именно с Усаги. Так, где же ты, наш родной? Даже, ребята, всего 2 ДНК. Ёлки-палки. 2 ДНК. Ай-яй-яй. Так, ну-ка, давай зайдем сюда в бой, в испытание. Посмотрим. У меня нет сыра, он еще до сих пор не накопился. А до завершения у нас, ребята, совсем немного времени осталось. И я боюсь, что я не смогу найти. Вот, ребят, 4 ДНК я нашел. И вот хотел вытащить вот здесь вот 3 ДНК, но сыр. Сыр меня подводит. И денег нету, чтобы можно было бы, ребята, купить ту же самую энергию сырную. Вот, 150 энергии. То есть, 30 энергий за 150 долларов. В принципе, можно было бы рискнуть и вытащить последние 3 ДНК на Усаги. И тогда бы мы его перевели. Но, к сожалению, пока никак. Ладно, ребята, ну что, идем с вами на турнир. У нас, как видите, Лига Мастеров. Но ранг 90 в любую секунду меня могут сбросить. Народ сейчас проснется. И, как говорится, начнется здесь заварушка. Так, ну что? Погодите секунду. Мы же еще здесь с вами не выполнили до конца, елки-палки. Сейчас и сделаем. Давай вот здесь, по-бринькому. Так, и забираем с вами весь ревер. Так, ну что, у нас 5 откатов с вами. Уже хорошо. Уже есть шанс продвинуться немножко подальше. И приступим. Так, 64, 65, 66. Я думаю, что, наверное, возьмем мы Веронику. Давай-ка мы попробуем поиграть с ней. Так, тут 64 уровня. Опасно, ребята, брать маленьких персонажей. Но я все-таки рискнул. Давайте вот так попробуем. И кого-нибудь одного из сильных. А сильный у нас Рокзар. Стоит ли его брать здесь? Я что-то не уверен. Можно взять Зека. Давайте, ребята, через Зека сыграем. Короче, Зек, потом Леонардо. И я думаю, что здесь будет победа за нами. Если, конечно, по инициативе мы выиграем. Потому что у нас могут разобрать в любую секунду и Хана. И нашего Усаги. Потому что они слабенькие. Так. Ну, вроде бы пока неплохо. Давай посмотрим, как Леонардо сыграет с вертушки. Ай-яй-яй. Немножко, ребята, не то, что я ожидал. Блин, кого пробить? Дуни или... Давай Бакстера попробуем. Сможем положить мы его или нет? Нет, к сожалению. И вот началась, ребята, заваруха. Они начинают ходить. Вау, Бакстер упал. Вот это уже хорошо. Давайте сделаем дополнительную защиту на себя. Может быть, еще контратаку на кого-нибудь повесим. И будет у нас все хорошо. Вау. Это я скажу вам круто. Так, меня здесь напрягает, если честно, Донателло. Я попробую его убрать отсюда. Минус. Так. А этот? А этот у нас, ребята, массовую атаку применяет. Ух. Здесь нам повезло. Ну что? Крис, попробуем тебя сейчас уложить. Е. Ребята, идеально здесь сыграли мы с вами. Никого не потеряли. И посмотрим, на какую позицию нас перекинут. Была 90-я, запомните. Так, ну-ка. Давай 80... Нет. А, даже 79-я. Отлично. Отлично. Это уже хорошо. Так, давай следующих выбирать. Оппонентов. И это у нас будет, наверное... Давай возьмем... Давай Сашку. Александра. Так, я Леонардо верну к себе в команду. И будем, наверное... Нейтрализатор. Бибоп. Кирби я здесь брать не хочу. Возьмем Ваньку Стиранко, наверное, и... Рокзара. Нет, лучше я возьму Бакса Ростокмана. Опять же, я опасаюсь за своих маленьких персонажей, потому что они могут здесь упасть. Ну, в данном случае это нейтрализатор у нас слабенький и Бибоп. Давайте с вертушки начнем, как всегда. Оп, Сплинтер упал. Это уже хорошо, ребята. Воу, 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 воу. Нет, 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 не надо, не надо. Нет, все-таки они делают, ребята. По инициативе вытянули, понимаешь? Вот как же меня вот это раздражает. А я прям не могу. Когда они начинают ходить первыми, и причем не одним персонажем, а сразу тремя. Естественно, они будут бить самого слабенького, и его уложили. Значит, бонус будет маленький, и посмотрим, куда нас перекинут. Мне бы хотя бы до 50-го места дойти, и я бы был бы уже, честно говоря, спокоен. Но, видимо, сегодня не судьба. Так, Святослав и Юлия. Хм. Они, в принципе, что Святослав, что Юлия практически одинаковые, да? Разница только в героях. И, наверное... Слушай, а мы можем взять... Нет. Хе-хе-хе. Косы я не хочу. Давайте вот здесь, наверное, попробуем подраться. Лео, давай, возвращайся быстренько. Возьмем Криса Брэдварда. Возьмем нашего Микеланджело. Также я возьму Рокзара. И... Ну, здесь, наверное, нам нужен обязательно какой-нибудь хиллер. Я возьму Бакстера Муху. Да, пускай он в атаке не силен, но, по крайней мере, хилит довольно неплохо. Плюс у нас Леонардо, если что, есть тоже как отхил. Так, делаем уклонение. Это обязательно, ребята. Если мы хотим здесь прожить, то нам обязательно нужно вешать уклонение. Так, берем сразу же провокацию. Ну и понеслась. Так, у него хиллер кто? Я смотрю, только один. Лео. Так, ладно. Попробуем. Кого нам пробить-то, в первую очередь? Будет сейчас Слэш. Нет, Леонардо нужно уничтожать. Минус Лео. Так, уже неплохо Слэш. Массовая атака, да? Ну, блин. Бакстер Стокман немножечко, ребята, отхлопотал. Ладно, попробуем Слэша. О, вообще мимо. Так, этот разбегается. Ёлки ты, палки ты, посмотри, сколько повреждений нанесли. Тихо, тихо, ребят, не надо так буянить. У нас... Так, Микеланджело следующий ход будет, да? Он отхилится. Так, хорошо. Тогда мы, наверное, с вами вот этого уберем с поля боя, да? Рокстаги нам здесь не нужен. Теперь делаем с вами отхил. Сколько мы хильнемся? Ну, слушай, неплохо. И давай, наверное... Блин, Слэш убрать. Давай Слэша, наверное, уберем с поля боя. Так, теперь сплинтеры попробуем гасануть. Не получилось, к сожалению. Так, он бафает. Бафает свой оставшийся отряд. Слушай, можно хильнуться. Можно попробовать кинуть в него заморозку. Рискну, ребят, на заморозке. Мимо! Так, тихо, Донни. Что он делает, ребят? Это опять массовая атака. Господи. Так, ну давай суперударом попробуем. Давай суперударом попробуем. Сплинтеры убрали. Хорошо. И интересно, у меня... Урует Донателло, Лео? Нет, не получилось. Так, ну-ка. Даже Рокзар... Да что такое-то? А ты... Воу, Крис. Крис нас выручил здесь. Причем довольно неплохо. Ладно, ребята. В любом случае, у нас все персонажи выжили. И сейчас посмотрим, куда мы с вами переместимся. 70-я позиция была и становится какая? 59-я. Ну что, в принципе, ребята, мы, скорее всего, с вами попадем на 50-е место. Единственное, что противник очень силен становится. Матвей, Илья и Са. Я, наверное, буду брать Матвея. Скорее всего, его нам придется, ребята. Так, берем Леонарда обратно. Железноголового. И вот этих вот ребятушек. Я думаю, будет оптимально для нас. Опять же, инициатива, да. Если они сейчас, да, ребята, начнут ходить первыми, я боюсь, у нас тут упадут и карайка, и змея-карайка начинается. Ну, хорошо, что хоть по леву. Так, этот укрепляет свою команду. Микелан жил вражеский. Ладно, это ерунда. Все для нас. Кидаем кунаи. Блин, какая же атака у них слабенькая. В общем, нам нужно убрать сейчас морозильную кошку. Хотим мы этого или нет? Ну? Ай-яй-яй, сейчас будет, ребята, отхил, скорее всего, если мы ее не добьем. Ну? Да твою же маковку, а? Да ее просто... Ты посмотри, что происходит. Ладно, хорошо, что они хотя бы промахиваются. Опять массовая атака и... Господи, ребят, все-таки завалили, а? Блин, вот почему нам немножко, вот всегда чуть-чуть не хватает, чтобы их сразу подбить? Буквально капельку. Всегда мы с вами теряем какого-нибудь персонажа. Даже вот Карайка выжила, да? А Змея Карайка, к сожалению, проиграла у нас. Погибла. Но я думаю, что 9 ступенек, когда мы все-таки с вами перепрыгнем. Пожалуйста, дайте 50 место. Ну, пожалуйста. 52-е. Ладно, у нас еще 2 отката. Еще, грубо говоря, мы сможем провести 1 бой, наверное, а может быть 2. Сейчас посмотрим по персонажам. Так, 65-й, 67-й. 67-й, 66-й уровень здесь. Это у нас у Димки. А здесь 68-й, но здесь Пит. Ладно, ребят, я буду вот эту команду брать. Вражескую против нас. Берем, короче, Леонардо. Берем Рафаэля с вами. И остаются малыши. Господи, как вот я с ними буду здесь играть? Как? Вот скажите мне. Потому что Кирби это первый контингент, претендент на убийство. Чтобы его уничтожили, ребята. Мы с вами, как всегда, сфейлились. Ладно, я не буду отчаяться. Я попробую все-таки. Так, минус Крис. Давай-ка пауку споутинку свою. Так, минус Донни. Ну, естественно, вот о чем я вам и говорил. Что, как всегда, начинает уничтожать Кирби. И, блин, ребят, я в провокацию встану. Может быть, нас это спасет хоть как-нибудь. Ну-ка, бомбанем. Я понимаю, ребята, да, этот удар очень слабенький. Именно у Армагона. Потому что он не прокачан вообще никак. Ух, ну что, слэша мы с вами уберем сейчас с поля боя. И остается лишь Бибоб. Так, ну-ка, если мы вот такой атакой прошьем? Прошили его. Все, отлично. Слушай, наверное, где-то 45-я позиция у нас будет. Сейчас под конец игры. Давайте-ка мы в этом лично убедимся. Ну, пожалуйста, пожалуйста, перекиньте меня. Даже 41-я. Слушай, ну, уже, ребята, большие шансы у нас остаться. Единственное, что вот у нас 110 долларов для того, чтобы купить, предположим. Так, сейчас, секундочку. Да, елки-палки. Кстати, да, пока мы здесь. Давайте посмотрим, ребята. У нас 82 пвп монет. И мы с вами кого хотели? Да иди ты в баню. Мы хотели с вами вот этого Микеланджело, да, классику. Открыть, накопить. Что же, у нас получается с вами уже в данный момент 60 ДНК из 70. То есть еще 10 ДНК нужно найти. И мы его с вами откроем. Что у нас тут по жетонам? 340 жетонов. Ну, естественно, ребята, этого мало нам. Ни на что не хватает. Поэтому будем дальше продолжать копить. Так, у нас тут пицца, которая мне, в принципе, пока не нужна. Вот если бы можно было бы также и сыр зарабатывать себе, да, на ежедневках. Я имею в виду вот этот вот. Мы бы с вами стопудово сегодня бы открыли Усаги. Хотим мы этого или нет, но получилось бы. А так пока в пролете. Ну что, я так понимаю, ребята, у нас с вами ничего нету, да? Я имею в виду из персонажей, с которыми мы могли бы с вами здесь сейчас подраться. 70. Блин, 74-е уже уровни. 66-е. И я скажу вам одно, что враг не дремлет. Да, его здесь очень много. Тем более такие уровни. И вот этими ребятами я здесь стопудово пройти ничего не смогу. Вообще ничего. Единственное, что могу предложить, это взять, например, Рафаэля, да, в откате. И вместе с ним поставить вот этих сосунков, которые стопудово проиграют. Они стопудово проиграют. Блин, ладно, фиг с ним. Я даже боюсь, что они смогут и Рафаэля мне расколбасить. Давайте глянем. Тут очень много, ребята, вот Хилл, например, да. О, он еще и укрепляет свою команду. Ну, конечно же, как я забыл про Микеланджело. Сейчас, вот о чем я вам, ребята, и говорил. Смотрите, что, Гидрант. Воу. Слушай, ну тут, по-моему, все уже и так понятно. Будет слив обалденный. Практически всех персонажей мне солью. Даже того же самого Рафаэля, потому что он не выдержит. Мы можем, что, хинуться, предположим, да? Хилл нам это ничего не даст. Давай сделаем суператаку от Шреддера. Вся проблема в том, что, ребята, у них суператаки, у моих бойцов вообще никак не прокачаны. Поэтому о какой-то атаке суперской тут вообще можно не говорить. Ну, посмотрите, даже Рафаэль не справляется. Так, сейчас удар будет. Пумс. Смотри, он еще и заморозил нас. То есть, это, получается, мы с вами будем пропускать ход. Да? Ну, таким макаром, конечно, мы можем с вами отбиваться. Но, господи, не дает мне ничего сделать. Оу. А он еще и захиливается. Ну, все. Фейл. Он еще и захилялся, поэтому у него команда вся опять целенькая стала. Ну, как вы понимаете, мы с вами не сможем пробить. Смотри, что происходит, а. И отнимаем мы очень мало здоровья. Ну, я даже не знаю. Ну, давай с разбега попробуем. Хотя он вообще ничего не может нанести. Минус один. Так, Раф, давай, бомби его. У них практически... Нет, у двоих героев двойная атака. Вау, 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 началось. Я еще удивляюсь, как эти ребята у меня не упали от массовых атак. Да ты достал уже на самом деле, а. Сейчас вот только провокация, ребята, сойдет. И все, этих ребят, как будто здесь и не было. Я имею в виду этот пульверизатор и шреддер. Их сразу же накроет медным тазом. Моментально практически. Но я хотя бы одного-то уложу или нет. Да. Вы все прекрасно сами видите. Это какое-то фиаско. Ну, я, ребят, честно говоря, такой расклад ожидал. Я просто захотел проверить. Подтвердится ли это все дело или нет. И разобрать, конечно же, я здесь никого не смогу. Потому что сейчас у Рафаэля откат будет по хилке. А мы даже до этого, наверное, с вами не доживем. Но одного мы все-таки загасили. Так. Люком получаем в бубен. У нас, как говорится, применения иммунитета больше не будет. Но я двоих уложил. Так. Удар из-под низу. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот сейчас. Так. Это что у нас, ребята? Это иммунитет вешает на себя. Не знаю, правда, для чего он под конец вешает на себя иммунитет. Слушай, может быть, еще... Эть. Хотел сказать, может быть, еще парочку завалим. Нет. Все-таки Микеланджело из комиксов меня, ребята, завалил. Ой, обидно. Да какой там, наверное, сороковый уровень? А, мы даже ниже упали, чем поднялись. Была сорок первая позиция, стала сорок третья. Ну что я могу сказать? Только лишь одно. У нас есть еще маленечко совсем немножко времени, да? Так, давайте мы здесь на серике набеняем. Для того, чтобы подкопить сыр. У нас через 4,5 часа заканчивается турнир, да? То есть у нас обновится все. Начнется, грубо говоря, новая неделя. В испытании. А погоди-ка, а здесь через сколько заканчивается? Ну, я знаю, что намного раньше. Где-то через часа два вот эти вот, ребят, события все у нас обнулятся. И если я не успею накопить сыр, а это больше всего вероятно, то не видать мне сегодня усаги, к сожалению. И две ДНК на него я фиг знает, когда в следующий раз получу. Так, по магазину. Ну, в магазин нету смысла. Кстати, еще у нас, ребята, очень мало телепортов. Всего 6 штук. То есть я один раз смогу только лишь найти. Когда я получу здесь бонус-то, елки-палки. Вот здесь вот за то, что я, например, в Лиге Сеунов, да? Точнее, в Лиге Мастеров. Мне должны начислиться деньги и очки. Но почему-то сегодня этого не было. Слишком долго времени много проходит. И они не дают до сих пор. Так что, ребят, давайте, наверное, мы с вами вот на этой ноте закруглимся. Все равно нам пока здесь делать больше нечего. Ничего я больше не потяну. Нигде не справлюсь. Везде нужен сыр. Здесь у нас пройдено все по максималке. Ну, докуда мы могли. Потому что здесь у нас электрический босс. Робот, который не дает нам пройти. Ну, а здесь вы помните. Здесь слишком, слишком крутой уровень. Так что, да, серия получается короткая. Но мы, ребят, с вами увидимся еще разок, когда у нас уже начнется все по новой. Все откаты. И, кстати, мы получим с вами ДНК на паукуса, как вы видите. Так что, всем пока, всем удачи. И до скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok